Это кадры, снятые нашим оператором в далеком уже 2004 году. Тогда детский сад не выдерживал никаких нормативов Санпина. Скученность детей в группах, большие очереди, чтобы попасть в туалет и помыть руки, нахождение детей ясельного возраста по соседству с больницей и двухъярусной кровати, так как попросту не хватало спальных мест. В то время дети даже шутили по-взрослому. А где Настя и Кирилл будут спать сегодня? Они там под кроватью. Сегодня в детском саду поселка совсем другая картина. Просторные группы, комфортные спальные комнаты. И главное, в отличие от былых условий, здесь безопасно. Здание кирпичное, предусмотрены аварийные выходы и, конечно, уже нет двухъярусных кроваток. Хорошо спряталось. Только однажды солнышко зашло за тучу и пошел в проливной дождь. Есть в детском саду и специальные сушильные шкафы для сушки одежды и обуви после прогулок. Если в 2004 году няням приходилось приносить питание для детей из другого здания, то сегодня помещением кухни повара гордятся. Здесь есть все от современных жарочных шкафов и вместительных холодильных камер до хлеборезки. Все это стало возможным благодаря социальному партнерству между районом и компанией «Транснефть Восток». Детский сад рассчитан на 190 мест. Списочный состав на сегодня – 133 ребенка. Старые проблемы, как отмечает Елена Клачихина, ушли в прошлое. Остается лишь одна, характерная для любого детского сада – посещаемость. Ну вот с посещаемостью хотелось бы лучшего, чтобы родители более ответственно относились к детскому саду. И, допустим, ну такой причины не было, что проспали там или еще как-то, или не хотелось вести. Посещаемость у нас, конечно, низкая. Хотя вот условия позволяют и хотелось бы, чтобы родители водили. Очень бы хотелось, чтобы родители водили в системе. В апреле этого года в саду открыта еще одна группа детей раннего возраста с одного года до двух лет. И желающие есть. Поэтому с 1 сентября детишек прибавится. Екатерина Родченкова, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова